Недавно в редакцию канала «Среда» пришло сообщение о том, что сад памяти, грандиозная высадка которого состоялась весной текущего года, засыхает. Возможно ли спасти молодые растения и по какой причине произошла данная ситуация, рассказал начальник участка озеленения Шевкет Агакеримов. Некоторые деревья высохли причиной. Первоначально здесь не было полива. Полив наладили поздно, во-первых. Во-вторых, какой-то отпад в любом случае будет у нас. Внизу здесь очень малый слой чернозема. Практически деревья корневая система в ПГС в камнях. Ямы большие не могли вырыть в свое время. И посадили народ. Спасибо, что вышли, посадили. Но не все аккуратно получилось. Как отметил сотрудник МБУ «Зеленый город», полив на данном участке осуществляется, согласно графику, каждые один-два дня по секторам. Даже сегодня на момент съемки видно, что полив производился. Помимо этого, для сохранения влаги почву начали мульчировать, прикрывать прикорневую зону хвоей. В жаркое лето мульчирование – один из лучших способов защиты растений от гибели. Оно не дает перегреваться верхнему слою почвы и сохраняет оптимальную для развития растений температуру, отмечает Шевкет Агакеримов. Кроме того, это не единственная точка, которую поливает МБУ «Зеленый город». Ежедневно в утреннее и вечернее время дежурные машины осуществляют объезд и полив территории. Благодаря сейчас… Вот канал выделяет машину каждое утро, он один рейс нам делает, 12-тонная машина. Спасибо и этим ребятам за то, что помогают. А так, еще одна простая, как горожанам большая, не ломайте наши краны. Мы не успеваем их отремонтировать. Ну, помыли ноги, руки, зачем ломать? Я этого не могу представить. Это проблемы из года в год у нас переходящие. Руководство и сотрудники МБУ «Зеленый город» настоятельно рекомендуют бережно относиться не только к поливочным кранам, но и ко всем муниципальным объектам, установленным во благо города. Есть вот предприятие. Человек посадил цветы. Вот этот человек посадил здесь туи. Сам поливает, сам ухаживает. Украшение набережное. Вот все туи он сам купил, полил, человека закрепил, поливает. Вот цветы посадили. Тоже глаз радует, ходят люди. Просто ко всем, кто связан с берегом, не обязательно берегом в городе. Оформить перед собой клумбы. Вы имеете в виду индивидуальных предпринимателей? Да, индивидуальных предпринимателей, владельцев кафе, ресторанов, магазинов, все. Отметим, что данная просьба МБУ «Зеленый город», согласно закону, является обязательной для всех коммерческих и жилых объектов. Об этом ранее в нашем сюжете сообщало руководство отдела муниципального контроля администрации Каспийска. Это будет приятно и самим, и посетителям, и горожанам, и нашим приезжающим туристам.